Здравствуйте всем! Вы на канале Уприходько, на аккаунте Уприходько, если хотите. Ждем немножко нашу гостью и начинаем сегодняшний долгожданный прямой эфир про итальянский язык. Моя гостья сегодня очень волнуется, она у нас стесняшка, так что нам обязательно нужно ее поддержать, поприветствовать. И в конце концов мы от нее должны узнать очень много нового интересного Роберта, очень много нового интересного за сегодняшние полчаса эфира. Мы сегодня поговорим об изучении итальянского языка. Дело в том, что моя сегодняшняя гостья представляет языковую школу, курс языка итальянского для русскоговорящих людей. Это очень удобно для тех, кто уже живет в Италии, для тех, кто собирается приехать в Италию, либо для тех, кто просто хочет знать итальянский язык. Доброе утро! Доброе утро, Оксанки! Доброе утро! Оксана – это представитель языковой школы, языкового курса по итальянскому языку, соответственно, для русскоговорящего населения. Я с удовольствием пригласила Оксану к нам в гости, чтобы она рассказала нам некоторые важные моменты, которые, я думаю, также интересны и вам. Какие это моменты? Это с чего начать итальянский язык, как его лучше изучать, а также ваши вопросы, которые непременно появятся, пишите в чат, задавайте нам их. Если кто-то смотрит эфир уже в записи, не переживайте, пишите свои вопросы мне в личку, мы проведем его на следующий эфир и ответим на все ваши вопросы. Оксан, давай пару слов о тебе. С чего ты начала изучение итальянского языка и как ты вообще к нему пришла? Ну, вообще, итальянский язык я никогда не планировала учить. Настолько, насколько я знаю его сейчас, я его знаю очень хорошо, я считаю. Я знаю несколько иностранных языков, но, конечно же, итальянский – это мой самый сильный. Я вообще такого мнения, что невозможно знать много языков равнозначно хорошо. То есть, всегда один язык, он главный. Изначально я очень хорошо говорила на английском языке, я делала на него всегда упор. Я много путешествовала, и английский у меня практиковался очень хорошо, так скажем. В Италию я попала благодаря своему нынешнему мужу. На момент переезда итальянский я не знала совершенно. Я даже не могла заказать капучино в кафе. У меня было очень много сложностей из-за незнания языка. Начинала учить я его дома сама, с учебниками, то есть я прошла абсолютно все ступени обучения. Я знаю, где есть свои плюсы, где есть свои минусы. Учила по учебникам, по самоучителям. Это было ужасно. Когда вы познакомились, ты говоришь, я совершенно не знала языка. Вы с ним общались на английском? Да, мы с ним общались на английском, но что я могу сказать? Именно из этого общения на английском со своим мужем итальянцем, я могу сказать, что итальянцы английский не знают совершенно. То есть сейчас я ему уже говорю, слушай, ну ты английский вообще не знаешь. Он говорит, ну я знаю для того, чтобы собрать виборы, чтобы выжить. То есть я элементарно свои эмоции, свои желания, свои нужды не могла объяснить. И меня это настолько раздражало, меня настолько это убивало, угнетало, что я прям взяла учебники и прям сидела, учила, как червь. То есть на тот момент я еще не знала, что можно учить через КАЭТ, можно идти к преподавателям. И поэтому в течение, наверное, года я вот так билась с тетрадками, с учебниками. И, естественно, это было все очень медленно, это было все на таком уровне практически нулевом. То есть я топталась на месте. Потому что язык — это не то, что ты взял по схемам, даже по формулу, которые ты везде одинаково применяешь, нужно, чтобы тебе ее объяснили. Мы не рождены с таким пониманием всего, то, что мы прочитали, все сразу поняли. А язык — это живой организм, я считаю, что его нужно объяснять, нужно объяснять, как он функционирует. Не всегда перевод, тем более ты тоже знаешь, что может быть дословный. Вот. Язык в учебниках — это одно, живой язык — это другое. Один вопрос такой, деликатный, если я могу, конечно, это сказать. Конечно, конечно. На изучение итальянского языка тебя подтолкнуло общение с мужчиной? Да, конечно, конечно. Здорово. Городки, берем на заметку. Если кто-то видел постоянно эти объявления «замуж за итальянца» и так далее, и вы считаете, «Ой, я же не знаю итальянский, как я буду», берем учебник и учим. Оксана, нам в помощь. Да, Саня, я вас учу, ну да, да. По поводу «замуж за итальянца без языка» это очень сложно, опасно, потому что вы и вообще, как можно понять человека, не зная языка, не зная, о чём он говорит, как он изъясняется. Вообще через язык ты понимаешь даже характер человека. Конечно. И поэтому я советую всем, кто хочет переехать в Италию к своему Аморе, хотя бы немного знать язык итальянский, потому что без языка невозможно. Ну и с мужем мы общались языком жестов, у нас был постоянно транслейт в Google, но это вообще, я не советую никому, это сложно. Оксана, это очень базовый такой уровень, когда не переведёшь даже толком, не всегда даже смысл соответствует. Да, он переводит, как мой муж говорит, «Альо Чиполла», то есть он переводит «вук чесноком». Ну да, но это Google-тродуктор, это так уж, ну, чтобы какие-то элементарные пару слов перевести, но не для того, чтобы на нём общаться и вообще отношения строить. Нужна сильная любовь, сильные чувства для того, чтобы всё это выстояло, все преграды языковые. Понятно. И теперь ты уже заканчиваешь высшее заведение, да? Да, я уже закончила, я уже закончила, я дипломированный лингвист английского и немецкого языков, естественно, всё это проходило на итальянском, так что итальянский у меня даже сильнее, чем английский и немецкий. Скажи, пожалуйста, с чего нужно начинать изучение языка? Я ведь тоже приехала в Италию, и совершенно спонтанно я не знала итальянский язык, не готовилась к... даже вообще не знала ни одного слова, не представляла себе, что я здесь останусь. Ну, так получилось, сложилось, что, приехав как турист, я осталась здесь, и мне уже нужен был язык вот сейчас, но я не знаю ничего, с чего нужно начать. Нужно поставить вообще изначально себе цель. Цель поставить нужно реальную и достижимую, для того, чтобы у тебя была всегда мотивация к ней идти, потому что если мы ставим цель, которая заоблачная, которая труднодостижимая, мы часто её просто бросаем, потому что нам тяжело. Далее нужно найти преподавателя, это либо курсы, либо ваш личный преподаватель-репетитор, и уже заниматься с ним. То есть идти нужно постепенно, язык невозможно выучить за месяц, за два, за три, за четыре. Нужно заниматься постоянно, систематически, выделять ему время каждый день. И нужно быть готовым к этому. Ну, скажи, какие вот возможности открывает изначально изучение итальянского языка? То есть, ну хорошо, какую можно минимальную цель поставить для самого начала, чтобы, по крайней мере, моё бонжорно и коместай были для меня каким-то маленьким достижением первым? Социализация. В обществе тебя будут воспринимать по-другому, нежели просто иностранка-туристка. Если ты хорошо изъясняешься, если у тебя грамотная, хорошо поставленная речь, ну даже можно взять пример, как вот у нас в России. Вот у тебя есть иностранка знакомая, она хочет остаться жить в России, в Беларуси, на Украине, но она не говорит на русском языке, допустим, да? На что она может претендовать? Ну да, она будет такая прикольная, как экзотический такой фрукт, скажем, да, в наших странах, но она не сможет найти ни работу, она не сможет всё равно адаптироваться стопроцентно в русскоговорящей среде. То есть, всегда будут какие-то лимиты, какие-то ограничения, всегда даже будет морально какое-то останавливать что-то будет, потому что она не будет чувствовать себя своей. То же самое касается и нас. Если мы хотим жить в Италии, если мы хотим хорошую работу, если мы хотим, чтобы к нам относились на равных, а не просто как руссо-туристу, то мы должны первое и самое главное – это хорошо изъясняться на языке. Тоже так же итальянцы оценивают человека, насколько он грамотный. То есть, по нашему, по нашему итальянскому языку, итальянской речи, человек может судить, грамотная или неграмотная, воспитанная или невоспитанная. Ну, это самое элементарное, что даёт иностранный язык знаний этого языка. Ну, конечно же, хорошая работа, хороший заработок. Понятно. Ну, тут надо ещё сказать, да, что итальянцы в разных регионах отличаются своей натурой, да. Если северные итальянцы более такие закрытые, они более настроены на работу, они менее приятливые, то южные итальянцы, у них всё весело и хорошо, да. Ну, и, допустим, другой пример. В больших городах лучше принимают иностранцев, к ним больше привычные люди местные, там больше учебных заведений, выше, соответственно, больше иностранцев. В принципе, всегда в истории. В то время как в таких маленьких городах, в которых жил я, например, здесь больше коммуны живут, своим плотным коллективом, поэтому как бы ты тут ни изощрялся, они тебя просто не принимают. По поводу маленьких городов. Наверное, наши зрители не совсем понимают, что значит маленький город. Я когда приехала в Италию жить со своим мужчиной, учиться, и я ему говорила, я из маленькой деревни, я из маленькой деревни. И он говорит, а сколько у тебя населения? Я говорю, ну, примерно 100 тысяч, 90-100 тысяч. Он такой, это маленькая деревня? То есть, ну да, для России это маленькая, это всё равно провинция, это маленький город. Это, я не считаю это каким-то большим, крупным городом. Для меня город начинается от 400 тысяч, а у них 450 тысяч, это столица Сардинии, Кань. Кань, это уже крупный город, Капитали. Вот. И наши подписчики не понимают, что мы живём, наверное, в тех... Вот у меня, где я живу, 4,5 тысячи населения. У тебя сколько? Знаешь, я не знаю, сколько в моём городе тысяч населения. И если тут вообще... Измеряется ли в тысячах? То, где на холме, это место, где я живу. Если вы видели про Пьенцу, город Пьенца, мини-город в Тоскане, у меня есть в моих публикациях видео, посмотрите. Вот она такая красавица, она такая ухоженная, такая вот вся компактная, вмещает в себя две тысячи коренных жителей всего лишь. Две тысячи, вы представляете? Ну, это нормально, это даже много для Италии. Есть и 500 человек населения. И то там красиво, и там ухоженно. Это не значит, что там родственные дома, которые, ну, бабушки только вот эти вот живут, бедные, несчастные, с ведёрками. Здесь всё красивенько так, да? Да, и причём у них очень хорошо развито сообщение между этими маленькими деревнями, с большими близлежащими городами. И всё в доступности буквально 15 минут на машине. То есть я не чувствую то, что я живу в какой-то, извините меня, дыре. У меня наоборот. Там настолько развита бар, они общаются, они выходят постоянно, всегда какое-то движение, люди. То есть нет такого, что я живу прямо вот в деревне. Я представляю, если бы здесь была деревня с четырьмя тысячами населения, это было бы ужасно. Поэтому нужно посетить, нужно посмотреть, нужно впитать итальянскую культуру, воздух, менталитет. Это не объяснишь, это не передашь через экран. Вот. Ну, у тебя хорошо получается, у тебя очень интересные и хорошие видео. Вот если уж говорить о разнице города и деревни, ты замечала, как разговаривают в деревне с иностранцем, а как разговаривают в городе? Есть вот какая-то разница? По-моему, я замечала, что в деревне, всё-таки, если человек не хочет тебя послать, то он тебе больше поможет, чем в городе. В городе людям более всё равно на тебя. Да. Они слишком отзывчивые, может быть, не слишком готовы помочь тебе, и чуть ли не довести тебя, докуда тебе нужно. Они равнодушны, они привыкли к иностранцам, и это, наверное, даже им надоедает. Всё-таки Италия занимает, по-моему, если не ошибаюсь, пятое место по туризму, по посещению туристов. Вот. И из-за этого все в больших городах привыкли к туристам, им неинтересно, они надоели, как надоедливые мухи. Представляешь, вот ты живёшь, и у тебя каждый день толпы туристов. А в маленьких деревнях это редкое явление, и поэтому они до последнего, понимаешь, ты не понимаешь, они будут тебя вот мучить, что-то тебя спрашивать, говорить. Ты говоришь, я не понимаю. А они всё равно будут продолжать с тобой сейчас на твоём языке, ещё в диалекте каком-нибудь. Да, на диалекте, это точно. И потом они всю жизнь будут помнить, что ты у него однажды это спрашивала, и это будет вашей общей темой навсегда. Да, да, да. Они всегда будут спрашивать, ну как там то, что ты там однажды... Я уже забыла думать про это. Они всегда будут помнить о том, что я однажды туда ходила. Потому что у них размеренная жизнь. У них спокойная, тихая, размеренная жизнь. Никакого стресса, никаких... А климат какой у них хороший, еда хорошая, поэтому они долгожители. У них этому можно поучиться. Скажи, пожалуйста, Оксана, Какие первые фразы обычно изучают русские люди, когда начинают вплотную заниматься итальянским языком? Ну, конечно же, это фраза приветствия. Пусть наши зрители немножко начинают адаптироваться к итальянскому языку сегодня. Конечно же, первая фраза это «бонджорно». Бонджорно, я правильно говорю? Бонджорно, правильно. Это «доброе утро», «добрый день». В итальянском языке нет выражения «доброе утро». Утро у них слово есть, но они используют «бонджорно» как для утра, так и для дня. Далее идёт «бон помериджо». «Бон помериджо» – это период после обеда до вечера, то есть примерно до шести вечера. Используют они его 50 на 50. Чаще говорят либо «бонджорно», либо уже «бона сэра». Это «добрый вечер». «Бона сэра». «Бона сэра». Но пока у нас ещё «бонджорно». И «бона нотте» – это «доброй ночи». «Бона нотте». И ещё есть слово «чао». Оно универсальное у итальянцев, обозначает как «привет», так и «пока». «Чао». Но это более фамильярное, в основном это к собеседникам, к которым мы обращаемся на «ты». Если всё-таки мы вежливую форму употребляем, то это будет «бонджорно», «бона сэра», «бона нотте». Или «аривидерчи». «Аривидерчи». Есть ещё такое слово, типа нашего «здрасти», ну так, мимоходом, да? «Сальве». «Сальве», «здрасти», «приветствую» тоже можно использовать. Иногда ещё, когда заходишь в официальное заведение, допустим, в банк, «сальве» могут сказать. То есть это более не «приветствую», а «приветствую», да, «приветствую». То есть «приветствую» мы тоже в русском языке можем сказать собеседнику, который выше тебя статусом уровня «сальве». Понятно, хорошо. А кроме «приветствия», что мы ещё можем самое такое вот классное учить? Может быть, есть какие-то фразы смешные или какие-нибудь забавные словечки, которые вот русскому человеку, ну, знаешь, поднимут сейчас настроение? Ну, хорошо, я сейчас приведу пример. Я знаю, что я тебя, может быть, поставила в Восток сразу же тут же таким вопросом. Например, когда я взялась изучать итальянский язык, для меня было смешно слово «регало». Ну, потому что у нас это ассоциируется с чем-то не очень приятным. И когда я говорю «подарок», то есть я должна свой подарок назвать словом «регало», для меня это не просто как это возможно. Да. Или фрукт. До сих пор мне, вот я даже его есть, как раз сейчас сезон в России, их можно купить «каки». Ребята, это наша хурма. Ребята, хурма. Потом мне всегда было смешно слово «кузи-кузи». «Кузи-кузи». «Так себе». «Кунстай». «Кузи-кузи». «Так себе». Почему-то тоже мне было смешно. «Кузи-кузи». Окей, хорошо. Есть еще другие примеры, так, сходу? Сходу я не назову, но они есть. Вот есть слово «курва», это «поворот». Когда я проходила курс в автошколе, мне так было смешно, когда они говорили «курва-перикулоза». Это опасный поворот. Может быть, я произношу как-то кряво, да, но суть в том, «курва» — это поворот, ребята, если на минуточку. Мне всегда было смешно слово «пизелли». «Горошек», «пизелли». Не знаю, у меня какие-то такие ассоциации именно смешные. «Пизелли». Да, «горошек» — это «пизелли», а «пизеллино» — это одна горошинка, либо итальянцы еще называют «пипиську» тоже «пизеллино». Да, да, да. У маленьких детей «пизеллино» — это «пиписька». Да, и вот «пизеллино» сейчас находится в возрасте 10 лет, ходит в 4 класс, и они вот так любят это словечко, они там друг друга могут подкалывать с этим словечком. Как звучит на итальянском названии «принцесса на горошине»? Понимаешь, да? «Прицесса сульпизелло». Вот человек приходит и говорит, «Мы сегодня проходили «принцесса на пипиське». Как у нас называется гомосексуалист? Ну так, по-прикольному. «Омносексуалиста». Финопсио? Нет, первый раз слышу. Это значит «тосканское», да? Просто дело в том, что у меня сосед гей. Никому не должен быть. Вот, и когда у меня спрашивают, как там у вас дела, как вы живёте, как там ваш сосед, тот же Финопсио. Ты знала? Видимо, да, на самом деле, это различия по регионам. Везде свои привычки, свои словечки, свои жаргоны, поэтому запомню. Вернусь домой, спрошу у мужа. Финопсио – это на русском языке тмин. Финопсио? Нет, это фенхель. А, это фенхель. Финопсио – это фенхель, ребята. А тмин? Я всегда думала, что это тмин. Но фенхель даже прикольнее звучит для такого обозначения, чем тмин. Давайте теперь перейдём к моим следующим вопросам. Для кого подходит курс? Вот, я хотела это спросить, потому что приезжают в Италию и бабушки, и тёти, и дети. Для кого подходит курс, который у вас ведётся, и как можно на него попасть? Курс у нас проходит абсолютно для всех, то есть для всех желающих. Есть несколько опций. Есть опция без преподавателя, то есть вы просто приобретаете пакет и занимаетесь сами. Если вы уверены в своих силах, если вы уверены в своей самодисциплине, то он для вас подходит. Если же вам нужна проверка домашних заданий, постоянно волшебный пендель вам нужен, напоминание, то есть пакет с преподавателем. Ведётся индивидуальный чат с каждым учеником, и там мы уже разбираем ошибки, недопонимания. Все вопросы можно задавать в абсолютно удобное время, то есть я отвечаю, я отвечаю на её обратную связь. Поэтому, будь то стар, будь то млад, то никакой сложности не возникает. Я согласна, что, наверное, с возрастом возникает больше вопросов, больше трудностей, но у меня курс написан очень легко, очень доступно. Я не бежу университетские программы. То есть если человеку нужно для поступления, это совершенно другой же уровень языка. Другие вот эти вот языковые исключения, как меняются там согласные местами при спряжении глагола, то, да. А для человека, который изучает для себя, для удовольствия, конечно же, самые приятные темы и самые нужные. Например, допустим, аэропорт, школа, такси заказать, арендовать машину. Всё-таки отличается, наверное, то, о чем будет говорить, то, о чем хочет научиться говорить бабушка. Вот у меня бабушка собирается приехать в 80 лет в Италию первый раз, и она боится, что, ну вот как она будет, с ней же не будешь, как с писаной торговой ходить, она однажды останется одна, куда-нибудь пойдёт, и не будет знать, что сказать. Либо это ребёнок, который приехал с родителями, он захочет разговаривать про другое. Скажи, они смогут с помощью одной и той же программы удовлетворить свои интересы? Конечно. Вообще стандартный набор, базовый набор слов, есть даже такая теория, что человеку для комфортного общения нужно 4000 слов. И, да, мы просто не замечаем, что мы употребляем в ежедневной жизни вообще вот именно как раз-таки этот ограниченный набор слов. И в него входит, ну ребёнок, он тоже захочет покушать, он захочет мороженое, он захочет там чай, он захочет пиццу с колбасой, а не с баклажанами, там как мамочка заказывает, да, также и бабушка, она тоже захочет покушать. Если ребёнок захочет поиграть, то бабушка, наверное, тоже захочет с лучком поиграть. Поэтому самые основные слова, самый основной вокабуляр как раз-таки и даётся на этом курсе. То есть изучается, всё, первая помощь. Ребёнку тоже нужно знать, что такое первая помощь, как она оказывается у врача. Поэтому ничего страшного нет, в разнице в возрасте курс подходит абсолютно всем. Курс начинается с определённого дня, либо это индивидуальный курс, и как только человек готов, он может обратиться к вам на страничку, да, как, что нужно сделать, если я хочу взять курс. Изначально курс был по определённым датам. Сейчас у меня появилось больше времени, я закончила диплом и получила, но я поступила учиться дальше, поэтому я буду совершенствовать свои знания. Но у меня также достаточно времени, и курс для тех, кто захочет обучаться в определённый момент, стартует для них именно в этот момент. Поэтому ограничения по времени нет. В будущем будут марафоны, они будут привязаны к дате. То есть это будет трёх-четырёхдневный марафон, он будет проходить именно по определённым дням. А курс в любое время. Вы уже знаете, какой это будет марафон? Раскрою нам небольшой секрет. Или это пока нельзя говорить? Нет, это можно говорить, будет марафон, будет первый марафон по артиклям. Я делала небольшую игру в сторис по артиклям, по неопределённым. Это самая первая тема. Люди ошибаются. Есть некоторые моменты, которые нужно дообъяснить, допонять. Поэтому я считаю, что 3-4 дня для изучения всех артиклей полностью более чем достаточно. Марафоны будут за символическую сумму, буквально 300-500 рублей, записаться в день. Я буду анонсировать, я буду давать объявление, что будет стартовать марафон, на него можно записаться. Поэтому все желающие писать в директ. Ребята, для тех, кто смотрит это видео в записи, я обязательно в описании оставлю ссылку на аккаунт Оксаны, на аккаунт школы. Школа называется Панакотта, школа итальянского языка. Поэтому все контакты там, переходите в описание и записывайтесь обязательно на курс, учите итальянский, развивайте ваши языковые знания и не забывайте о том, что вам это всегда пригодится. Не запрещать, не доносить, как говорится. Оксана, расскажи, последний вопрос, я тебя больше не буду задерживать. Нет, последние два вопроса. Мне очень приятно общаться, поэтому ничего. Спасибо, спасибо большое. На что человек может рассчитывать через год такого обучения, например, если он будет заниматься два раза в неделю? Два часа в неделю. Два раза в неделю, если заниматься систематически, не пропуская два раза в неделю, можно дойти до хорошего результата. Конечно же, нужно посвящать по возможности немножко больше времени. Можно слушать песни, можно смотреть клипы, нужно всегда контакт с языком. За два раза в неделю в течение года можно дойти до хорошего А2-Б1, но это не прерываясь на месячные перерывы. У меня такая же ситуация с немецким языком. Я, допустим, немецким языком занимаюсь в течение четырёх-пяти лет, но у меня перерывы два-три-четыре месяца. Но у меня перерывы, потому что я готовлю другие экзамены. У меня очень много теорий, лингвистика, история языка. И поэтому я откатываюсь назад. У меня большие откаты назад в языке. Несмотря на то, что я достигла уже уровня B2 в немецком языке, я считаю, что если бы я этого не делала, как бы не прерывалась, у меня был бы очень хороший уже C1-C2, может быть, даже. Ну и, конечно же, практика. Нужна практика. С кем ты практикуешь немецкий язык? У меня преподаватель. Изначально была, теперь я сама практикую с преподавателями в университете, на экзаменах. А преподаватели у вас немцы? Немцы, у нас немки. У нас преподаватели немки, по-английскому у нас британцы. Очень хорошо. Ребята, если у вас будут ещё какие-то вопросы, обязательно пишите в директ Оксане или мне с пометкой «Эфир», и мы обязательно вынесем эти вопросы на обсуждение в следующем прямом эфире. Оксана, желаю тебе хорошего дня. Пару слов от тебя и будем прощаться. Боно джорнато. Тебе тоже очень хорошего дня. Не мёрз. Я знаю, как в Италии холодно. В Италии холодно. А у вас солнышко? У нас солнышко, но утром у нас температура может опускаться в низине до минус 4 градусов. Я вам не завидую. Я знаю, что такое холод в Италии. Но у вас хотя бы есть солнышко, у нас солнышка нет. Поэтому, чтобы у вас также продолжало светить солнышко, всего вам хорошего. Спасибо тебе за приятную беседу. Очень было приятно с тобой пообщаться. Надеюсь, видеться с тобой в ближайшем году. Обязательно увидимся. Боно джорнато. Ребята, всем доброго дня. Боно джорнато. Чао-чао. Пока. Чао-чао.